Грамматика английского языка, 5 класс, упражнение 219. Выбираем правильный вариант ответа. Какой салат ты собираешься сделать? Салат из картофеля или фруктовый салат? Если у вас идёт выбор среди нескольких, то есть двух каких-то предметов, объектов, вы выбираете which, то есть который из... Который салат из двух. Сделать салат, как и сделать там бутерброд, кофе, это всё у нас глаголом make. Перевод, конечно, на русский и do это делать, make делать, но вот англичане используют именно этот глагол в приготовлении еды, чтобы писать. Which salad are you going to make? Potato salad or fruit salad? Второе. Ты знаешь, какая сумка, тут даже лучше сказать, которая сумка её? Ты знаешь? Это вопрос в present simple. А раз present simple мы используем do you. То есть вот это у нас был бы continuous. Do you. Затем, которая сумка, то есть там, допустим, выбор опять же идёт среди нескольких. И вот если этот выбор и есть, то мы выбираем which. А, ну плюс у нас of стоит, тут как бы другого ничего и не могло быть. Который сумок её? Так как мы не видим после вот этого местоимения существительного, мы выбираем абсолютно вот эту вторую форму притяжательного местоимения, то есть hers. Do you know which of the... Ой, извиняюсь, которая из сумок, то есть bags, конечно, множественное число, is hers. Третье. Это мои деньги. Ну вот давайте с ними разберём. Слово деньги, money, на английском неисчисляемые. Заменяются они местоимением it. То есть поэтому, как бы ни хотелось, из-за перевода вот are всякие использовать как для множественного числа, по-английски это будет всё-таки is. И здесь выбираем this. То есть как для единственного числа. Где твои, имеется в виду деньги, то же самое, деньги. Это мы опять же с изом будем работать. И в конце у нас отсутствует слово деньги, то есть их заменяет уже местоимение. То есть где твои деньги, просто сказали, а где твои. И снова используем вот эту вторую форму притяжательного местоимения. This is my money. Where is yours? Четвёртое. С конца переводим на её вечеринках. Всегда много людей. Ну, давайте с конца. Тут, в принципе, я думаю, всё очень легко. Так, сейчас. Вечеринка. Единственное число. Это party. С y в конце. Но при добавлении ски, надеюсь, вы хорошо это уже правило знаете, мы должны y заменить на i. То есть вот этот вариант. Затем к людям переходим. People. Множественное число. Хоть s вы не видите в конце, но это слово-исключение, как бы оно так строится, но это множественное число. То есть посчитать мы можем этих людей. И поэтому much, конечно, ставить нельзя. Мы ставим a lot of. А если мы ставим a lot of, то, понятное дело, здесь выбираем, конечно, there are, как для множественного числа. There are always a lot of people at her parties. Пятое. Его совет или советы, вот нам тут дают выбор, был или были глупыми. Смотрим. Слово совет в русском есть, а ещё в русском есть слово советы. В английском языке есть только слово совет, вот этот advice, который вообще у нас неисчисляемый там у англичан. Поэтому ни в коем случае advice вы вообще не увидите. Нет у них такого аналога, как в русском языке, то есть единственного и множественного числа. У них это неисчисляемое существительное. Если оно неисчисляемое, отсюда происходят все его согласования, согласование с глаголами, то есть ни в коем случае его мы не пишем. Это будет was. Так что смотрите, вот это дело я могу перевести. И его совет был глупым, и его советы были глупыми. Мы отсюда ничего не поймём, потому что англичан это неисчисляемое. Я не мог последовать ему или я не мог последовать им. Перевожу как угодно, но по-английски я только it могу поставить, потому что advice неисчисляемое, значит, его заменяем местоимением только it, ни в коем случае не them. His advice was silly. I couldn't follow it. Шестёрка. Мы принесли или привезли, тут будем потом выбирать, игрушки. Большая наша, имеется в виду большая игрушка наша. Мы привезли игрушки. Any стоит в отрицании или в вопросе. То есть так можно легко разобраться. Сам стоит в утверждении. Так что выбираем сам. И тогда переводится. Мы привезли несколько игрушек. Большая, имеется в виду игрушка, но видите, слово toy вот здесь не стоит. А разума существительная не стоит. А вот это вот местоимение, ой, извиняюсь, не местоимение, то есть мы как бы пропустили существительное, чтобы лишний раз снова не писать, да, это toy. Его можно заменить, мы это делали, да, вот недавно как раз, one словом или once. Но если мы имеем в виду, что большая игрушка, она одна. Хотя тут, кстати, я же могу подумать, что большие игрушки наши. Ну да. В общем, тут, походу, и то, и то все-таки можно, потому что мы привезли несколько игрушек, именно потому что там маленькие есть и большие. Вот я уточняю, что вот большие игрушки... А, чего это я? Sorry. У нас-то есть маячок. R стоит у нас точно здесь once. Извиняюсь, что-то не посмотрела вперед. То есть вот у нас как бы вот из этого R мы, конечно, once тогда выберем. То есть заменитель вот этих вот toys. Так вот эти игрушки наши. Видите, слово игрушки еще раз не стоит. А раз там существительного нет, мы выбираем абсолютную, вот эту вторую форму притяжательного местоимения, то есть ours, наши. We have brought some toys. The large ones are ours. Семерка. Учитель поблагодарил нас за работу. Ну, в общем... А, ну ладно. Тут у нас, в принципе, перевод идет, как и в русском языке, нас. То есть вот это наш, и вот это наш, а вот это единственный вариант нас. Так что тут сильно можно не объяснять, просто как бы дословный перевод. The teacher thanked us for the work. Восьмерка. Учитель поблагодарил наших родителей за книги. То есть, видите, тут опять же перевод идет. И вот уже как бы не ошибетесь, а вы тут точно не выберете. Вопрос our или ours. Так как идут родители дальше, то выбираем первую форму, то есть our parents. The teacher thanked our parents for the books. Девятка. Мэри, варенье, ну или джем, хорошее. Ты сделала его сама. Джем у нас хороший. Это прилагательное, конечно, nice. Nice ли это наречие? Хорошо. Вот так бы переводилось, но оно нам не нужно. Ты сделала его сама. Спрашивают у Мэри. Она одна. Значит, выбираем yourself для единственного числа. Мэри, the jam is nice. Did you make it yourself? Десятка. Я с луком. У нас очень много вариантов перевода. Так что обратите внимание на предлог, который стоит следом. Вот это вот в зависимости от того, что вы выберете, это будут все разные переводы. Look at – смотреть на что-то. Look for – искать что-то. Look through – просматривать. Дальше идут деньги. То есть вряд ли он на деньги смотрит, вряд ли он их пролистывает, просматривает. Конечно, тогда ищет. То есть я ищу мои деньги. Теперь смотрим. Слово «деньги» стоит, существительное. Значит, май нужно. Не было бы денег. То есть, ну, ладно, тут бы они все равно были. В общем, без существительного мы бы ставили «майн». Ты их видел. Если «have» – это «perfect». Значит, выбираем третью форму глагола. Это «sin». Ты их видел. Ну, думаю, процентов 50 на 50. Вот у меня просто по ученикам сужу. Выбираю «them» прям вот смело. На самом деле деньги – это неисчисляемое существительное. Поэтому обязательно запоминаем, выбираем всегда «it» с ним. I'm looking for my money. Have you seen it?